Вы, наверное, обратили внимание, у меня открыт слайд, да, с таким высказыванием «Природа говорит на языке математики». Великий ученый Замитриев сказал эти слова. И действительно, математика нужна для всех наук. А почему я вот такой слайд сделала, да, почему я выбрала вот такой высказывание? Вы можете предположить свое мнение? Как вы думаете? Почему я вот так взяла и такое высказывание о природе? Почему, Даша? Ну, может быть, на ромашке вот здесь там, изорная, я имею в виду... Лепесток. Хорошо. Садись. Ребята, я выбрала эту тему сегодня. Почему? Потому что, вы все, наверное, знаете, в России 2017 год объявлен годом чего? Экологии, да? Вот и мы с вами сегодня математику свяжем с экологией. Свяжем с экологией. Поэтому сейчас мы с вами решим вкусные примерчики. Первый пример. Давайте по очереди. Оля, отвечай. Читай примеры по порядку. Так. Можно. 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 28, 22, 63. 63. Проверяем. 63. Верно. Молодец. Следующий пример. Пожалуйста, поднимайте. Пожалуйста, Петри. Будет 40, 46. Будет 40. 160. Проверяем. Следующий пример. Марат, пожалуйста. 81, 22, 29. Будет 200. Будет 200. Так. Следующий пример. Так. Ирин, делаем что? 100. Что же, Машина, плюс 3. 120. 120. Так. Следующий пример. Пожалуйста. Рома. 36, 64. Будет 100. Будет 100. Так. Слава. Следующий пример. Может быть, 540, плюс 360. 900. 900. Молодец. Так. Следующий. Пожалуйста. 67, плюс 1, это будет 78. 78. 78. Так. Следующий пример. Так. Пожалуйста, Петри. 4, плюс 16, будет 50. 50. Хорошо. Следующий пример. Так. Ну, давай, Магина. 240, плюс 160, будет 300. Будет 300. Правильно? Нет. Нет. Какой правильный пример. Это 400. Конечно. 400. Внимательно. Так. Следующий. Кристина. Кристина. 74, плюс 8, будет 81. 81. Посмотрите. Каждому ответу соответствует буковка. Видите? Все видите? 63, это буковка П, 150, это буковка А, 200, это З, 120, это О. Посмотрите. Вот такая табличка. Расставьте ответы согласно этой табличке. Буговки расставьте. У себя в тетрадочках. Где 200, какую поставите буковку? З. З оставьте. 200, это З. Так, 150. Сюда какую? Еще вот здесь. А, 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 хорошо. Так, 63, П, 120, О, 900. В, 400, Е, 100, Д, 78, М, да, 50, И, да, и 81, К. Какое слово вы говорите? Заповедник. Заповедник. А имеет отношение заповедник к экологии? Да. Имеет. А какое? Что там у нас в заповеднике? Там редкие растения. Там редкие растения, правильно, редкие животные, которые охраняются, которые занесены в красную книгу. А кто мне скажет, есть ли у нас здесь поблизости заповедник? Да. Есть. Так, пожалуйста. Заповедник. Какой заповедник у вас? Заповедник имени Смедовича. Имени Смедовича, да? В Тимниковском районе находится заповедник имени Смедовича. Вот мы с вами сюда сейчас отправимся в путешествие. Заповедник. Посмотрите, да? Это главные ворота морковского заповедника. Молодцы. Давайте решим задачу. Пожалуйста, кто даст вам решить задачу? А какие в тетрадочке пишем решить задачу и решаем? Пожалуйста. Пожалуйста, Кристина, пойдемте. Так. А какие пишем в тетрадочке все задачу? Пятый А класс собрал 15 тысяч 42 килограмма макулатуры. А пятый Б класс на 2064 килограмма больше. Сколько килограммов макулатуры собрали оба класса вместе? Так, мы решим что сначала найдем? Сколько собрал 5 Б класса? Пятый Б класс. Правильно. Молодец. Ищем. Так, найдем? Мы 15 тысяч 40 тысяч прибавили в 2064. Для чего нужна макулатура? Нужно ее собирать? Нужно, да. Почему? Потому что она будет опять переработана и нам из нее сделают новые чистенькие тетрадочки. А если вы просто выбросили, они сгниют, зарезнят нашу атмосферу, нашу природу. Лучше ли не собрать. Так. Так. Второе действие такое? Можно. Оба класса вместе. Угу. Найдем сколько собрали оба класса вместе. Ну. Да ладно, хорошо. Все решили? Нет. Решила, решила. Хорошо. Проверяем. Оказывается, это число 32 148 гектаров занимает Бодровский заповедник, Терниковский заповедник Игорь Смитович. Да? Смотрите, большая площадь? Да. Большая площадь. 32 148 гектаров. Следующее задание. Нужно решить 4 уравнения. Пожалуйста. 4 человека. До свидания. Пойдем. Первое уравнение. Твое решаем. Так. Второе уравнение. Кто пойдет? Пожалуйста. Так. Стирай. До свидания. Так. Второе. Пойдем. Дети. Второе уравнение. Так. Третье уравнение. Так. Ребята, по местам значок умножения. Пожалуйста. Леша, пойдем. Дети. Достанем 4 части. Можно 4. Можно 4. Четвертое. Пожалуйста. Так. Оставить тетрадочку. Решаем лицо уравнение. И проверяем. Правильно решили. Как вы думаете? Мы получили с вами ответы. 60. 32. 6. 215. Как-нибудь они связаны с заповедником? Как вы думаете? Эти числа. Связаны? Да, да. Давайте посмотрим. А как же они связаны? Оказывается, 60 видов млекопитающих в нашем Ботовском заповеднике. Посмотрите. Да? Да? Видите? Косуля, да? И лиса. Следующий ответ. 32. Оказывается, 32 вида рыб в заповеднике. Щука, да? Да? Да. Скажу вам. Да. Это. Кас. И сон. Да. Кас. Сон. Все здесь виды. Так. Следующий ответ. 6. А что может так быть мало, как вы думаете? 6. Бабочек. 6 видов присмыкающих. 6 видов присмыкающих. А 215. Кого так много? Кого еще нет? Птиц. Конечно. 215 видов птиц. Юх, аль. Черный альс, который занесен в красную книгу. Смотрите, вот какая красивая улыбка, да? А теперь мы с вами немножко устали, проведем физкульт-минуточку. Да? Физкульт-минуточку. Стоим, да? Проведем физкульт-минуточку. Мы все вместе улыбнемся. Подмигнем слегка друг к другу. Друг друга подмигиваем, да? Вправо. Влево повернемся. И кивнем затем по кругу. Вперед, назад, вперед, назад. Все идеи победим. Вверх взметнулись наши руки. Грудь, забот себя стряхнули. И продолжили путь науки. Садимся. Молодцы. Так, следующий пример. Мы с вами такие примеры делали. Кто падет, нужно вычислить удобным способом. Удобным способом. Так, еще желающие есть? Ну, пойдемте, пойдем. Так, вычислить украшения туристов и пиши тупенько, чтобы всем было приятно. Остальные тетрадочки записываем. Следующее задание. Вычислить удобным способом. Сначала записываем сам пример, да? Потом записываем, как удобно. И вычисляем. И вычисляем. И вычисляем. Не видно. Нажимаем. Нажимаем. Хотя пример там есть. Видно, я думаю, все. Так, как удобно вычислили. Давай, запишем. 464 плюс 236. Сначала высчитываем. Плюс 237 плюс 264. Угу. Плюс. Так, 237. Угу. Плюс 263. Так, правильно. Так. Первые два числа складываем. Сколько получаем? 164. Внимательнейшую часть. 700. 700. Угу. 700. Это прямо сюда, прямо в кухню. Больше давай. 700 плюс... Эти два числа складываем. 800. Миллион плюс 800. Часто. Равно. Сколько? 1500. 1500. 1500. 1500. Хорошо, садись. Молодец. Так, 1500. Тоже получили хорошее число. Как вы думаете, связано с заповедником? Да. А вот что может там 1500? Бабочек. Бабочек? Да. Давайте посмотрим. Насекомых, да? 1500 видов насекомых. Наповедники, да? Больше какой? Разные виды. Бабочек. Бабочек. 1900 видов насекомых. Красную книгу «Россия». Это выхухоль. Нет. Это выхухоль. Тоже редкое желтое, которое находится в заповеднике. Выхухоль. Ну, это красивое место. Посмотрите, да? Вот. Там, значит, на территории заповедника находится несколько озер и маленьких речек. Так, ручки отложили. Давайте-ка мы с вами соблюдем итог нашего урока, да? Что мы сегодня узнали с вами? Что вы узнали интересного? А? Да, что вы сказали? Что оказывается, что мы поведем, где несколько речек и озер. Так. Существует сколько у нас узнали? Различных видов чего? Носекомых. Носекомых очень много, так? Секомых. Диаиц. Животных. Рыскыкающихся. Рыск. Много, да? Существующий вечер, вы решали вот выравнение, чтобы вот вы знаете, сколько это? Сколько это? То есть мы совмещали полезность, приятно можно сказать, да? Мы решали и примеры, и в итоге узнавали.